...своего лидера. Здесь нужно понимать разницу между копированием и дубликацией. Копирование – это старание повторить поведение человека. Например, если есть лидер, который добился определенного рамка, который ведет определенный образ жизни, ездит на крутой машине, живет в крутом доме, одевается в крутую одежду и так далее. Если человек пытается сделать то же самое, то есть так бы водить машину, одевать одежду и так далее. То есть это копирование, это не дубликация. Если человек хочет сделать дубликацию, он должен посмотреть, как этот человек добился этого, где он начинал, какие были его действия, какой был алгоритм, как он двигался к успеху. И когда он начнет с самого начала делать эти шаги, выполнять, это уже и будет идти дубликация. Этот принцип очень интересно работает, потому что если вы продолжаете работу, рано или поздно в вашей системе появляются ваши дубликаты, которые делают ту же работу, которую делали вы. Представьте себе, кто такой идеальный партнер. Давайте ответим на этот вопрос. Кто такой идеальный партнер? Каким вы себе представляете идеального партнера? Какого партнера хотели себе в команду? Пожалуйста. Активного. Инициативного. Умного. Средоустремленного. Любознательного. Интересного. Честного. Ответственного. Доброжелательного. Хотели бы вы себе партнера, который в день по 100 человек приводит? Конечно. Задумайтесь, каких партнеров вы себе хотите. Представьте себе идеального партнера и будьте этим партнером. Потому что невозможно найти себе такого партнера, если вы не являетесь сами этим партнером. Потому что люди будут выбирать своего спонсора все равно по своему подобию. Люди будут выбирать человека, с которым будет комфортно, удобно работать. Этот принцип работает очень интересно, потому что мы начинаем замечать в нашей команде людей, которые повторяют наши действия. Это очень приятно. Когда люди не задают вопросов, сначала они пытаются разобраться сами, прежде чем задать вопрос. То есть те шаги, через которые проходили мы, многие в нашей команде начинают делать то же самое. Это классно, потому что видно у них активность, видно огонь, видно желание. Вот это жгучее желание. Очень приятно слышать от партнеров, когда они проходят через те же стадии. Когда ты теряешь сон, когда ты ночами сидишь, изучаешь, пытаешься найти дизьян, не веришь никому на слово, несколько ночей не спишь и не можешь его найти, подводного камня. А потом у тебя вообще теряется сон. Ты спишь и думаешь, боже, какая классная система. Ты представляешь себе, как растет твоя структура. Ты представляешь, что твоя структура будет себя представлять через год, через два. Сколько людям ты можешь помочь выйти на заработок? Почему здесь успех неизбежен? Когда у тебя складывается весь пазл, вся картинка, то не действовать уже невозможно. Это последний шаг к успеху дублицировать. Пактингит говорит, если вы будете придерживаться этих восьми шагов, то вы неизбежно достигнете уровня мастера продаж, и дальше успех уже будет сто процентов неизбежен. То есть как только вы становитесь автоматически мастером продаж, как я говорил, дальше вы будете идти вверх. Еще раз пройдемся. Восемь шагов успеха. Построение мечты. Вы представляете себе мечту, развиваете все желания, то есть вам желание уже должно гореть, плать. Вы расставляете себе цели, визуализируете и идете к своим целям. Вы готовы к перемену. Второй шаг. То есть вы меняете. Вы меняете то, что у вас есть сейчас для того, чтобы достичь того, что вы построили себе в мечте. Дальше вы составляете список. Список людей. Список контактов. Список партнеров. Далее вы делитесь своим видением. Естественно, прежде чем делиться видением компании, нужно обучиться этому видению. Нужно изучить. Если у вас не получается, допустим, рассказывать, многие работают следующим образом. Саждают рядом партнеры и говорят, слушай, есть вот такая тема, работает так и так. Я не могу тебе объяснить, как бы на сто процентов, потому что я в этом не силен. Давай посмотрим вот это видео. Здесь вот человек грамотно все объясняет. Выпишем все вопросы, и все, что тебе непонятно, я тебе объясню. То есть можно работать любым способом. Все труды, которые сделаны всеми партнерами, мастерами, спонсорами, мастерами, они абсолютно доступны. То есть вы можете использовать любые материалы. Все материалы работают на вас. Далее, пятое, знакомить с планом. То есть знакомить с планом компании. В чем заключается план? В чем основная идея? Как и вы цели у компании? А цель у компании громадной. Следующий шаг держать контакт. То есть не забывать о людях. Потому что человек, когда получает обрадурующий связь в контакте в течение 48 часов, он понимает, что спонсор заботу проявляет. Человек приятный. То есть заботитесь о своих партнерах. И последний шаг – дубликация. Будьте идеальным партнером своему спонсору, и тогда у вас появятся идеальные партнеры у самих. Здесь есть какие-нибудь вопросы? Делаем 80 сагогов. Делаем 80 сагогов. Отлично. Хорошо. Теперь я хотел бы рассказать о продукции немного. То есть продукция компании представлена несколькими линейками. То есть это есть линейка красоты, здоровья, быта и комфорта. Красота – это уходная кожа, мейкап, уходная косметика. Здоровье – витаминные парты. Стоит отметить, что вся продукция идет с международными сертификатами качества. То есть если это красота, то там обязательно нет никаких вредных веществ, нет никаких токсичных веществ. Как говорит макроэнгель, то что раньше, когда крема были супердорогие, и там использовались ингредиенты, которые могли нанести вред нашей коже. И крема пусали в такой маленькой баночке, чтобы вы мазали чуть-чуть. Когда вы мажете чуть-чуть, нет никакого отрезательного эффекта. Крема атоми, они идут в больших банках, стоят дешевле, чем дорогие крема, и основаны на натуральных ингредиентах. Вы можете хоть все лицо замазать, и не будет никакого негативного эффекта. Если это витамины или парты, то они обязательно идут совсем стандартными качествами. Основные компоненты везде натуральные и органические. В быту есть предметы бытовой химии, гигиены, кухонные принадлежности. То есть все то, что покупают люди, используют всегда. И будут использовать как бы всю жизнь. И предметы для комфорта. Это текстиль, белье, постельное и так далее. В общей линейке товаров на Анатолии представлено практически 400 товаров. На корейском сайте 400 товаров. На российском сайте пока продуктов меньше. Порядка 70-75. Сколько? 66. Но некоторые позиции иногда они оттуда убирают, потом снова ставят. То есть около 70. И постепенно ассортимент будет пополняться. Многие говорят, что продуктов мало, то что достатка долгая, то что проблем жалуются. Люди, которые жалуются, не добиваются успеха. То, что продуктов мало, то, что есть какие-то сложности, это дает больше возможностей именно для тех, кто хочет добиться успеха. Когда Атами заходило на Филиппину, у них всего было несколько продуктов, только стиральный порошок, еще что-то очень мало было. Но тем не менее, Атами там развивает. Филиппины это острова. Логистику наладить между островами очень сложно, но тем не менее, люди работают. Сейчас мы будем находиться в стадии такой формального открытия, работать пока через Россию. Но это здорово, что у нас есть такая возможность. Не нужно жаловаться и искать негативы. Ищите плюсы. Плюсы в том, что нам дали возможность уже сейчас, вот уже с июля, зарабатывать деньги. И не ждать официального открытия отдельно от России. Пускай пока мы будем через Россию, ну через год, может быть через два года, мы заявим о себе. И вот как сказал мистер Джим, то, что открытие Казахстана отдельно от России вполне возможно. Все зависит от нас. Все в наших руках. Так, я немного расскажу о продукции, я не буду даваться в подробности. И, кстати, о продукции. Есть этот нюанс, я считаю это ошибкой. То, что многие в социальных сетях, когда начинают рассказывать о продукции, выкладывают всю теорию, расписывают все ингредиенты, используют всякие умные слова, которые мало кто знает, названия технологий, компоненты и так далее. То есть так делают продажники. Потому что во многих компаниях, когда продукт стоит какие-то деньги, чтобы объяснить человеку, почему этот продукт стоит эти деньги, нужно продать его. То есть объяснить, расписать. И вот эти вот продажи, на мой взгляд, не работают так, так же хорошо, как просто искренняя рекомендация. То есть когда у вас есть опыт личный или есть опыт знакомых, и вы можете это порекомендовать. Какая реакция у человека в наше время, когда он видит вот такой длинный пост, где всякие сказочные слова, что суперэффект, где описаны все положительные эффекты, и ты в них не веришь. Когда я впервые прочел описание хима-хима, все то, что он делает, я подумал, ну прям чудо аппарат, чудо препарат, прям решение всего. Я не поверил в это, естественно, потому что это очень похоже на рекламу. А действие БАДов проверить сложно, потому что до АТОМ я пробовал БАДы держать в компании, и я не чувствовал никакого эффекта. Мне говорили, надо пить полгода, полгода побьешь, и будет эффект. А если эффекта не будет, значит тебе все хорошо. Вот такая позиция мне очень не нравилась, потому что ты платишь деньги, и непонятно за что. Хима-хим впервые мы решили попробовать с супругой, потому что компания проникла с доверием. Мы пробовали понемногу-понемногу, нам стало нравиться продукция, мы увидели из качества не раз, мы подумали, ну давай попробуем. Вообще из первых БАДов жена начала пить спирулину. Так, у нас тут есть спирулинка. Спирулина в АТОМе с доставкой из Берей стоит примерно 7500-7700 тенге. Здесь 120 капсул. Это спирулина, которая добывается в чистейших водах Гавайя, и она абсолютно натурально чистая. Причем добывается и обрабатывается в уникальной запатентованной технологии, которую разработали в университете. То есть здесь я могу вдаться в технические подробности, потому что мне кажется, они для людей будут иметь место. Потому что спирулина в наше время зарекомендовалась на рынке, многие знают, что такое спирулина. Нужно дать понять человеку, почему наша спирулина такая крутая. Потому что технология, в помощи которой она обрабатывается, запатентована компанией, и в капсулах вам доставляют практически живую спирулину. Вы можете открыть капсулу, понюхать ее, она будет пахнет как-то отвратительно. То есть это на 98% практически живая спирулина, которую вам доставляется живая в капсулах и делает встречи леса. То есть когда жена сказал, я куплю спирулина, посмотрел на сцену, окей, почему бы нет. Я вот удивился, когда спирулина были эффекты практически с первого дня применения. То есть у жены многие, ну, женское здоровье улучшилось. Прямо очень сильно и наглядно. Я не буду отдаваться в подробности. Поэтому мы решили попробовать химохим. Ну раз вот такой чудо препарат, может быть, подействует. Когда я начал пить, я не заметил сначала эффекта, потому что я не задумывался, что это последствия химохима. Потому что я подумал, может быть, он у меня от аллергии избавил. Потому что есть такое в описании. От аллергии он меня не избавил, но я перестал вставать. Вот весь январь, когда я рассказывал, потому что январь утром уходил с работы, все спали, ночью приходил, все спали, спал в среднем 4-5 часов. И вот все, что я делал, то утром выпивал один пакетик химохима. Я засыпал сразу, просыпался легко, и в целом я перестал засыпать весь день. Если в декабре весь день я засыпал, все время был в соне, то я перестал. Я задумывался, может быть, это из-за химохима. То есть у многих возникает вопрос. Возникает, вызывает ли химохим привыкание? То есть есть ли от него зависимость? От него нет зависимости. То есть многие даже забывают его пить. Многие спрашивают, какой курс? Если у вас курс лечения, сколько его нужно пить? Вы пьете столько, сколько вы хотите. То есть у него основное действие химохима это активация иммуноклеток. Вот говорят о течении крови, но это как побочный эффект. В основном просто ваша кровь делается сильнее, за счет чего повышается иммунитет. И все остальные побочные эффекты, такие как антонизация, отозрение, люди, которые проходят онколечение, радиакцию, облучение, проходят его гораздо легче с химохимом. Я удивился, когда узнал, что в Южной Корее большое количество метр-операторов и различных врачей рекомендует своим онкобольным пробивать химохим. Химохим пользуется большой популярностью в Корее. А в Корее принцип не навалитить. Я очень удивился тоже в Корее, когда смотрел, многие ходят в очках. Хотя в Корее самые лучшие операции на глаза, насколько вы знаете. Они доступны, их делают лучше всего в мире, быстро, бесполезно. Но большинство корейцев их не делают. Почему? Потому что это не мешает им жить. Потому что операция потенциально может донести какой-то вред. И зачем что-то делать? Если у корейца есть какая-то болячка, то он живет с этой болячкой, если ему эта болячка не мешает жить. Корейцы добавляют с этой болячкой только тогда, когда это нужно сделать. Что-то режут они только в крайнем случае. Исходя из этого, исходя из богатого опыта, как в народной медицине, по отношению к телу, к здоровью, мы доверились тут парнями. Удивительное свойство химохимову в основном то, что он придает силу. То есть, когда в любом, как можно сравнить, как на многих действует кофе. Ты выпил кофе, ты чувствуешь себя в воду какое-то время. От химохимов просто эффект сильнее. Если ты заболел, чувствуешь, что ты простываешь, выпил чуть побольше, чувствуешь себя здоровее. То здесь нет никакого вкуса. Пьете столько, сколько хотите. Выпили, чувствуете себя здоровее, если не я. Так, далее. Давайте сейчас делать таким образом. Есть ли среди нас те, кто пробил химохимов? У кого есть опыт использования химохимов? Я вот приглашу на сцену двух человек, предварительно человека, кто высказывает краткий отзыв, буквально 10-30 секунд, получит от нас подарок. Есть желающие? Выходите. Выходите. Герой. Пожалуйста. Вкратце. Вкратце. До принятия химохимов, допустим, у меня я была очень пассивная, что мне даже машин? Мне появился вкус жизни, то есть, если ты чувствуешь боль и бодро, встаешь с отличным настроением. Потом, когда недавно в армуте была, я вот стала чихать, чувствую, что аллергия начинается. Я выпила шимохимов. Где-то 4 минут 40, я чувствую, что мне становится лучше. Во второй половине дня я выпила второй химохимов. И у меня, в принципе, все. Прошло. То есть, у меня уже не было чихания, уже не чесались глазами. Потом, у меня были проблемы с рубочным кишечным трактом. И сейчас, на сегодняшний день, я чувствую, что у меня намного лучше. То есть, и аппетит, естественно, повысился, и вообще, моя жизнь стала больше позитива. Ну, я себя чувствую, если честно. Ну, я влюблена в эту продукцию, продукцию Хэнхи, которая сделала мою жизнь более полноценной. И я чувствую, что она мне реально помогает. То есть, у меня еще сон был очень такой. Я быстро просыпалась, несколько раз за ночь просыпалась. На сегодняшний день у меня со мной очень глубоко. Организм мой стал более стрессоустойчивым. Я поняла, после того, как в моей жизни приключилась такая небольшая негативная история, и я ее принесла в принципе отлично. то есть у меня со стороны моего здоровья, которые раньше были, здесь какой-то стресс получала, то есть это я реально это все чувствовала. Не буду говорить такой. А сегодня, а сегодня, ну, сами понимаете, что за счет сегодня у меня этого у меня нету. И я так радуюсь, такая счастливая, потому что химии реально помогают. всем здравствуйте. Меня зовут Мир Бур, мне 25 лет. Я студентка, сейчас я учусь в Америке, и там, получается, у нас очень много заданий дают, и нужно быть, получается, нужно получать информацию и понимать, что тебе дают, какое задание. Это, ну, там это очень трудно отличать от нас. Поэтому я в первом семестре была очень сонная, мне все трудно давалось. Как я вот начала потреблять хим-ахим, я вот почувствовала улучшение за два дня, можно сказать.